Выставочные залы художественного музея наполнились стихией. Здесь охотники, лошади, монахи и древние герои народного эпоса Бурятии. Это экспонаты выставки стихии Даши Намдакова, которая открылась 10 марта. Его работы выставлялись во многих городах России, Европы и Америки. А вот новосибирцы этот проект видят впервые. Здесь от крупной бронзовой скульптуры до малой пластики представлено. А также хочу отметить, что особенной изюминкой нашей выставки является коллекция ювелирных украшений. Для мастера создание ювелирных украшений стало стартовой площадкой в большое будущее. Созданные им работы помогли обрести финансовую независимость, которая позволила закупать бронзу для реализации своих замыслов. Мы эти деньги платили на заводе, прямо, скажем, окольными путями. Там через забор лазили в цех теплоприбор. Там были энтузиасты, мы с ними договорились, и мы начали лить вне смены авторские вещи. На выставке представлено около ста работ разных этапов, начиная от первой выставки в Иркутске в 2000 году, до работ, представленных в последнее время в Москве и за рубежом. Все произведения представляют собой фантазии на тему народного эпоса Бурятии. Перед зрителями предстают мистические шаманы, юные красавицы и ломающие пространство и время странные существа. Особое внимание привлекают композиции, которые показывают дух и любовь бурятского народа к своей земле, ее энергетику. Думаю, если когда-нибудь у меня будут свои выставки персональные, то, наверное, это будет интересно моему народу, сибирикам, потому что мы живем в одном регионе. Они понимают, что такое Сибирь, снег, погода, лето так лето, зима так зима. На открытие выставки пришли люди разных национальностей, в том числе алтайцы и буряты. Их нужно смотреть, подходить, отходить, да, слушать, потом снова возвращаться, открывать, закрывать глаза, потому что тут есть что-то такое, да, то, что руками не потрогаешь, но если ты будешь рядом, это можно почувствовать. Мы гордимся Даши и то, что он самородок, представитель коренных народов Сибири. Подобные эмоции – это постоянное состояние людей, которые видят работы мастера, и для него они являются источником новых работ. Это вот череп мамонта, мой проект, который давно задумывался, мы его хотим реализовать. Легенда такая, что на дне Байкала пролежал миллионы лет череп мамонта, и ее выдуло со дна Байкала на берег, да, и она лежит, так сказать, особочившись. Ну, чтобы понимать, это бивень высотой 15-этажных зданий. Вот такой вот проект мы сейчас затеваем. Сейчас Даши Намдакову 56 лет. Самый подходящий возраст – создавать новые работы, воспитывать учеников и, конечно, еще не раз познакомить новосибирцев со своим творчеством.